240 жителей Филиппин стали жертвами урагана Тембин. Среди них много женщин и детей. Мощные потоки воды полностью уничтожили несколько деревень. Сотни людей пропали без вести. А в Австрии горный обвал отрезал от мира 130 жителей альпийской деревушки. Все подробности в следующем материале. Потоки воды просто смывали дома и даже целые деревни на Филиппинах. Власти сообщили, что вышедшая с берегов река полностью разрушила горный поселок Далама. От домиков из фанеры и пальмовых листьев не осталось ничего. 160 человек считаются пропавшими без вести. Но спасатели не теряют надежды найти их живыми. Вода прибывала очень быстро и люди не могли выбраться из своих домов. Наводнение было настолько сильным, что поток буквально сносил дома. В этой деревушке было 103 дома. Теперь они просто исчезли из-за наводнения. После Филиппин шторм направился на север. Во Вьетнаме из-за приближения урагана эвакуировали более 650 тысяч человек. Но Тимбин вышел на берег и отчасти утратил свою силу. Сейчас тайфун продвигается в сторону Таиланда. Синоптики предупреждают. Сильные ливни будут продолжаться еще 2-3 дня. Закрыты школы, а туристам запретили купаться и ездить на морские экскурсии. Огромные убытки подсчитывают местные рыбаки. Им не разрешают выходить в море. Если бы не этот тайфун, мы бы рыбачили еще 2-3 месяца. Но теперь нам нужно бросить все и возвращаться домой с пустыми руками. В Японии же настоящая зима. На страну обрушился снежный шторм. На северных островах Хоккайдо и Хансю за сутки выпало 40 сантиметров снега. На дорогах огромные пробки, многочисленные аварии. Погиб как минимум один человек. Еще 15 травмированы. Ветер просто сбивал людей с ног. Не обошла стороной непогода и Европу. В Австрии горный обвал отрезало от мира 130 жителей альпийской деревушки. Камни остановились буквально в двух десятках метров от домов. Никто не пострадал, но 50 человек пришлось срочно эвакуировать. На месте работают спасатели. Расчистить дорогу, освободить людей они смогут только через два дня. Алиса Орлова, Наталья Шумакова. Подробности телеканал Интер.